А в Тамбове сегодня начала свою работу школа молодых политологов. В качестве вольного слушателя на уроки побывала и Татьяна Голубева. Сегодня в Тамбове открылась необычная школа, школа молодых политологов стран Центральной Азии. Что будут рассказывать в этой школе, чему учить? Чтобы ответить на все эти вопросы, мы отправились на первое занятие. В Тамбове начинает свою работу трехдневная школа молодых политологов стран Центральной Азии. Первое мероприятие проходило в августе в Москве. Ну а сегодня мы выбрали в качестве такого центра России, образа России, который мы хотим показать нашим молодым друзьям из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. Именно это замечательный город, сердце России, город Тамбов. Здесь будут идти тренинги, то есть специальные занятия, связанные с тем, как формируется образ России в странах Центральной Азиатского региона, какие механизмы, какие инструменты помогают создать этот образ как позитивный, как положительный. Ну и, мне кажется, мы создаем слой тех людей, которые будут объективно, хорошо, позитивно относиться к России. А это есть экспертная политическая элита через 5-10 лет, которая будет управлять теми странами и Казахстаном, и другими государствами Центральной Азиатского региона, с которыми в нашей стране нужно будет работать, дружить, общаться. Нам, как молодым политологам Центральной Азии, особенно Кыргызстана, очень интересна Россия, потому что в России очень много наших мигрантов. Для меня это поездка первого региона России, для этого я был только в крупных мегаполисах, я был приятно поражен чистотой Тамбова, его улицами, добожелательностью людей. То есть тот миф о том, что люди, скажем так, серые, неинтересные, замкнутые, он нисколько не оправдался, люди открытые, общительные, очень приятно общаться. Но это пока первое впечатление. В некоторых странах ведь пугают откровенно, говорят, что вы приезжаете в Россию, здесь мигрантов на каждом шагу убивают, с азиатской внешностью бьют, не только в Москве и в городах. И когда они были в Москве и почувствовали, что это совершенно другое, несоответствующее тем лживым и некорректным, скажем, мягче объяснениям, вот это и есть мягкая сила, с помощью которой мы рисуем объективный, честный образ России. Соответственно, свою миссию мы, эксперты, политологи, видим именно формирование объективного имиджа, беспрекрасного, а тот объективный имидж, который поможет нам интегрироваться, создавать совместные проекты и вместе расти, в будущем развиваться. Я не считаю, что это является проводником какой-то либо политики Кремля, поскольку, в принципе, политологическое сообщество вполне самодостаточное, умное, образованное и вполне способно транслировать свои взгляды, где-то, конечно же, совпадающие, где-то, что нормально, не совпадающие с официальной позицией власти. К Кремлю это, поверьте мне, никакого отношения не имеет. Политологическое сообщество, главным образом университетское, давно хотело такого объединения, стремилось к нему. Кто-то должен отстаивать интересы региональных университетов. И российское общество политологов как раз и призвано отстаивать эти интересы. И, кроме того, российское общество политологов займется концентрированной работой по развитию и подготовке стандартов по политологии, подготовке рабочих и прочих программ. Так что это, в общем и целом, очень полезная идея.